Кана, вот значки в виде валов вдоль дона. И действительно, начиная от Новомосковска, мы с вами видим вот те сами знаменитые валы, которые облицовывали канал, которые существуют ныне на сегодняшний момент, которые тянутся на много-много километров вдоль дона. И в большинстве своем дон течет ныне по тому услугу, которое было рукотворным, которое на сегодняшний момент продолжает существовать. Где-то на сегодняшний день дон в Вильну ушел в сторону, и часть канала, который был сделан с обловкой, осталась в стороне. Вот видите, сухой канал непосредственно деревни тубовое. Вот видите, да, на нижнем слайде сбоку течет дон, а рядом тянутся лобовое. То есть дон ушел к западу, тянется вдоль деревни, а здесь остался сухой участок того канала, который был сделан в начале XVIII века. Сохранились остатки шлюзов. Как оказалось, очень интересно, что, несмотря на то, что строительство осуществляли голландские инженеры, вроде бы осуществляли передовая Европа, где все привыкли документировать, к сожалению, в архивах, как мы изумились, не осталось никакой документации, никаких подробных карт и смет, которые могли нам детализировать то, где располагались те или иные каналы, те или иные шлюзы. Нет этого материала, к сожалению. Почему так случилось? Почему пропали эти материалы? И были ли они вообще? На сегодняшний день для нас загадка. И нам приходится порой по самым косвенным приставкам, по материалам совсем других вещей определять, локализовывать те объекты, которые остались после Ивановской строительства. Вот видите с вами в верхнем праве левому углу, небольшой план Бобритовской, Спасской области. Как вы знаете, от Алексея Орлова, Алексея Орлова, Екатерина II родился внебрачный сын, Алексей Григорьевич Бобритский. И она подарила им огромное земельное владение, как в Богородицком уезде, с центром в селе Михайловской в городе Богородицке, так и в нашем с вами Епифанском уезде, с центром в селе Бобрике. И вот когда она скупила эти все земли, образовала единую большое имение, огромное имение. Были вызваны геодезисты, инженеры геодезисты, которые обмежевали границу этой Спасской Бобриковской области, которая попала по наследству, была завещена Екатериной II самому Алексею Григорьевичу Бобринскому, самому сыночку, незаконно рожденному. И, как наше счастье, оказалось, что часть границы вот этой Бобриковской области, Бобринского, проходила вдоль Дона. Поэтому геодезисты того времени, в 1770 году, нанесли на свой план не только сам копанный канал, как так называют копанный канал, и рядом с ней, вот видите, старый дом течет, но и непосредственно места шлюзов, где они располагались. Благодаря находке этого плана, который сохранился в Российском Государственном архиве Григорьевича, нам удалось локализовать места многих шлюзов. Ранее просто не могли представить, как они вообще выглядят, остатки этих шлюзов. Но вот оказалось, что это действительно реально возможно. Ну вот остаток ордовой шлюзов, к сожалению, он в воде, на сегодняшний момент по нему лечет в Дон. Вот видите, прямо в Дону очень мелкий лежит каменный известняковый блок, который является остатком того самого нашего самого шлюза. Вот еще один интересный момент, это вот уже хвостерички Ивановки, тоже недалеко от Бобрей горы. Вот этот шлюз, который выглядит, вот он, видите, обозначен здесь на плане, видите, план двух сохранился. Вот старый дом течет, вот копанный канал, вот впадает в канал и в дом Лишка-Ивановка, вот он сам шлюз. Вот теперь мы смогли понять действительно, как это могло быть на самом деле. Вот на современном космоснивке течет дом современный, вот скорее всего видим вот это вот, это старое его русло. вот здесь, в этом месте он вельнул, он ушел с канала по неизвестным нам причинам, почему мы не знаем. И вот остался, вот видите, вот тут один вал тянется, вот второй вал тянется, и вот место изрытое ямами. Сопоставив размеры, расстояние, мы точно поняли, что индикатором находки, современной находки наших с вами шлюзов, являются вот эти ямы между валами. Те самые грабительские раскопки 19-го, начало 20-го веков, которые вели местные крестьяне целые артели, выбирая известняковый камень. Вот эти ямы маркируют нам места наших с вами ивановских шлюзов. Как ни странно, вот эта вот деятельность наших, ну скажем так, разрушителей наших памятников истории, естественного знания и техники позволяет нам определять место наших. И совершенно неожиданно, вот видите, один вал тянется, второй вал тянется, а между ними все изрыто. Вот это вот место шлюза. И к самому большому изумлению, рядом с этим шлюзом мы нашли хрустованный известняковый камень, который прямо лежал на поверхности, на одну почву. Вот один блок, а ну дальше, значит, уже пошел следующий блок. То есть рядом лежало несколько камней, которые явно были вымыты или оставлены по непонятным градусам строительным вот на этом месте, рядом с этим ивановским шлюзом. Ну, собственно говоря, вот дальше пошли еще примеры, которые рассказывают нам о том, как это все выглядело. Это уже не у Ковыренева, это вот железная дорога между Благородицейским и Кимовском. Вот, то есть вот этот участок. К сожалению, сегодня ивановская водосистема, остатки ее продолжают разрушаться. Вот мы с вами как раз на внешнем слайде видим, что кто-то берет из валов промышленным способом землю из валов для каких-то своих хозяйственных нужд, тем самым продолжая разрушать то, что еще осталось у нас с вами с начала XVIII века. А вот ростованный камень, который мы нашли в отцепи плотины, в отцепи насыпи вот этой железной дороги. Видите, здесь тоже его каменные блоки, которые под пешеходным мостом, под железным мостом железной дороги на город Кимовск. Вот очень яркий пример, как стремление Русла Дона. Видите, да, такая старица образовалась. Вот петля Дона шла вот так, взяли ее, выпрямили канал. Вот и дальше ее любили даже обваловка вдоль этой части. А здесь, на этом месте, где раньше тек Дон, образовалась вот такая большая старица. Но одно из самых огромных, гениальных сооружений в Ивановской водосистеме, это так называемый Епифанский канал. Вот с вами Алешина, вот здесь, на юге, буквально на утро килограмм, сама Епифань, это село Козлово. И вот, видите, старый Дон тек вот так. Вот он так тек, вот так, вот так, вот так, вот так. И потом обратно возвращался здесь, сюда. Вот чтобы эту огромную петлю спрямить, был вырыт канал длиной порядка около километра. Который вот так же и обвалованный, сохранился на сегодняшний момент практически в первозданном виде. Ну вот так, как это выглядит из воздуха, она еще более даже, скажем, космослимка, еще более наглядно видно. Вот старый Рослодон, оно, да, вот, течет. Вот старый Рослодон. И прямой, как стрела, канал, который вот здесь завершается в Козловской мельнице. Вот эта Козловская мельница разрушила один из шлюзов в Ивановской водосистемы, а также использовала его сооружение для того, чтобы организовать вот на этом месте мельничное хозяйство. Вот это вот небольшой височек, это было у Саня в основном мельнице. Вот тот сам канал, видите, да, обваловки по боевым сторонам. И, как вот стрела, длинный прямой канал, а этот уже, так сказать, выход из канала, где был запотреблен сам шлюз. Надо отметить, что еще один из объектов, который мы нашли, это были, как назвали, так вы узнаете на жаргоном своем языке, резервы грунта. То есть совершенно неожиданно в поймах вырастают огромные кучи земли. И когда вам спросили местонаселение, что это такое, то оказалось, что все в один голос говорят, так это осталось с Ивановского канала. Действительно, и в Лютеричах, и, соответственно, в Починках, и в Подмонастырщине мы еще нашли такие кучи земли, которые располагались непосредственно не далеко от кролистого шлюза. То ли это были резервы грунта, то ли это грунт, который просто складировали до берега реки, который был не нужен, но, тем не менее, вот так сказать, такую вещь мы еще тоже оборвали связь с канала. Но вот, к сожалению, как-то плавая по дону с Владимиром Петровичем Гориценко, часть стельняшки, рукава которого вы видите на этом слайде, на левом, мы увидели в дону такой дубовый брус. К сожалению, когда мы вернулись опять на это место, дубового бруса уже не было, но, тем не менее, вот даже такие остатки чудескому находим по трассе Ивановского канала. Ну вот, как бы, вероятность остатки шлюза около деревни Татерки, тоже место, где сейчас дон течет уже по рукотворному каналу, а не по своему старому русу, который находился вот здесь. Ну, один из последних тоже деревьев Гаи, недалеко вот, тоже граница с Рязанской губернией, последний шлюз, последняя точка канального строительства на этой территории. Надо сказать, что в процессе изучения остатков Ивановской водосистемы мы подняли очень много интереснейших материалов, связанных с мельничным строительством на дону. Это вот такая, как известно, если вы знаете, когда строился Ивановский канал в начале 18 века, по указу Петра I все мельницы на территории по течению канала были снесены, чтобы они не мешали канальному строительству и проводке судов. Ну, конечно же, после того, как канал был заброшен, мельницы восстановились, и во многом восстанавливались в тех местах, где располагались сами шлюзы, поскольку по гидротехническому замыслу и по своему основному назначению и шлюзы, и мельницы были очень похожи. Поэтому часто очень мельницы располагались на местах Петровских шлюз. Ну вот, около деревни Орловка, в село Орловки, находится такое, видите, спрямление у нас лодона. Сначала думаешь, что это тоже связано с канальными строительствами, но потом оказалось, что это отводной канал мельничной системы, которая имеется на сегодняшний день. Вот сама мельница находилась, да, так сказать, вот канал, который отводил бытовые воды, и очень хорошо сохранившиеся остатки укрепления вот этой плотины, которая располагается на известняком и ложе самого лодона, тоже сохранится на сегодняшний момент, что является памятником истории на нашей с вами территории. Таким образом, на сегодняшний момент можно сказать, что, несмотря на то, что и люди, и время не пощадили это гидротехническое сооружение, остатков много. Они нуждаются не только в изучении, но и в охране. И надо думать о том, что на сегодняшний момент, я думаю, что и долг, и честь, ученых, кто занимается нашими с вами проблемами и непосредственно изучает остатки сооружений в Ивановской водной системе, должны не только описывать эти сооружения, но и ставить их на охрану, как действительно памятник Петровского времени. А с Петровым первым наша Тульская область связана очень много, и это действительно очень важное место, которое еще раз покажет, что воля Петра преобразовывалась не только в нашей с вами истории, не только в нашей с вами экономике, но и в нашей с вами природе. И на сегодняшний момент остатки сооружений канала должны быть поставлены на охрану и включаться, ну, у нас все сейчас обратно за туризм, за региональный, межрегиональный туризм. Так вот, остатки Ивановской водной системы должны занять свое достойное место в системе туристических маршрутов, как пеших, как автобусного туризма, так и водного туризма, поскольку на ряде участков действительно можно проходить на обыкновенных водках и действительно познакомиться с тем, как выглядела Ивановская система, как выглядит дом, понять, как это сооружение действовало, ну и побывать в тех местах, где был Петр Первый у нас с вами здесь, под Епифами. А, наверное, пожалуй, все.